Старательно с точностью до миллиметра рабочий вырезает заготовки для будущей необычной конструкции. Летом этого года началось производство защитных элементов для боевой техники анапских артиллеристов. С инициативой помощи выступил атаман села Битезева, местные предприниматели и жители курорта. Патриотизма у нас не занимать. Мы все переживаем за ситуацию, которая сложилась в зоне СО. Но, естественно, знаем проблемы и помогаем, безвозмездно участвуем в этой работе. Каждый день, а порой и ночью эти люди обеспечивают крепкий тыл. Своими руками из листов металла толщиной до 10 миллиметров создают защиту на самоходные установки, гусеничные машины и другие военные автомобили. У каждого человека, наверное, в душе есть такая лямочка, когда что-то происходит в жизни. Это сложное. Нужно выручать, нужно спасать, нужно делать, если можешь, что-то. У меня ребята, те, кто со мной работает и вообще те, кто общается со мной, они все патриоты нашей Родины. Мы здесь родились и для нас это важно, чтобы победа была за нами и с нами. Первый в цепочке создания защитных элементов бывший авиаконструктор Виктор Жулев. Начальные чертежи разрабатывал, черпая информацию у ветеранов боевых действий. И в итоге карандаш Виктора вывел конечный вариант конструкции. Одна из разработок предназначена для защиты реактивных систем. В данном случае двойную решетку поставили здесь, двойную решетку, которая защищает лобовую и боковую часть двигателя. И того, чего нет в штатной боевой машине, я имею в виду, она идет с завода, но на ней нет защиты топливного бака. Своим проектом Виктор прикрыл и бойцов экипажа, которых часто атакуют гранатами с дронов. Мы сделали вот такую конструкцию, не из панцирной сетки, не из сетки рабицы, а вот сетка уже такая, она нержавеющая сетка. И вот такие вот сферические конструкции изготовили для того, чтобы они просто отлетали. Либо скатывались, либо отлетали. Еще один плюс конструкции – удобство установки. Размещение защиты на технике занимает не больше 10 минут, а справиться с этим могут всего 4 человека. И я лично, и весь мой личный состав, и просто сослуживцы, которые находятся там в зоне соприкосновения, они выражают огромные слова благодарности. Это просто не описать и не высказать. Низкий поклон за такую поддержку. За 4 месяца волонтеры изготовили десятки бронезащит. Конструкции уже помогают нашим ребятам на передовой. Объемы производства предполагается увеличить. Цель одна – спасти жизни наших бойцов и приблизить победу. Никита Васюхин, Антон Чистяков. ОНАПО. Регион.